Здравствуйте, с вами Юлия Балабанова и это разговор по существам. Сегодня мы пообщаемся с начальником отдела ветеринарного надзора на государственной границе России и транспорте управления Росельхознадзора по Магаданской области Павлом Шапира. Павел Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Уже больше года каждый этап перемещения продуктов животного происхождения фиксируется в федеральной государственной информационной системе Меркурий. Напомните, пожалуйста, телезрителям, что это за система и для чего она нужна. Эта система позволяет отслеживать оборот животноводческой продукции от поля до прилавка. Каждое перемещение продукции от его производства до переработки и дальше до реализации в сеть сопровождается ветеринарными сопроводительными документами. То есть каждый выписанный ветеринарный документ выписывается на основе предыдущего. Таким образом прослеживается цепочка в системе от происхождения до реализации. И это уже обязательно нужно регистрироваться? И сколько вообще колымчан уже зарегистрировалось? С 1 июля 2018 года. То есть система введена значительно раньше. С 2009 года, допустим, шло оформление импортной продукции, которая въезжала на территорию России. И с 2018 года, сначала, с января 2018 года это было как бы на добровольной основе. То есть кто хотел, скажем так, был период потренироваться, поработать в этой системе. А с 1 июля это было уже обязательно. То есть были отменены ветеринарные документы на бумажных носителях внутри страны. То есть зарегистрировано в области было на данный момент более 980 хозяйствующих субъектов в наших системах, которые реально показывают прохождение своей продукции. То есть все зеркально, вернее все прозрачно. Более 2500 площадок на территории области зарегистрировано. Ну то есть, чтобы понятно было, что хозяйствующий субъект это индивидуальный предприниматель, юридическое лицо какое-то. А площадки это именно места фактического осуществления деятельности. А если вовремя не подключиться к этой системе, возникнут ли проблемы с поставками? И дайте инструкцию, как зарегистрироваться в этой системе. Ну проблемы возникали. Именно потому что был период, когда мы как бы мягко относились к тем, кто не успел оформить. Просто с 1 июля в сторону не оформивших, не зарегистрированных в нашей системе просто не поступала продукция. Потому что если до этого был период мягкости в отношении, например, продавцов, реализаторов какой-то продукции, то со временем мы выявляли нарушения по неоформлению. Через полгода, вот считайте, с 1 января 2019 года уже пошли административные санкции в отношении. И то есть реализаторы просто не продадут вам продукцию, потому что они будут привлечены к административной ответственности. То есть если вас нет в системе, вы не зарегистрированы, в вашу сторону просто не поедет животноводческая продукция. Такая проблема возникла, например, у горнодобывающей промышленности. То есть до 1 июля 2018 года, перед сезоном, мы не успели что-то закупить себе, допустим, для питания коллективов. А когда к сентябрю, там к октябрю закончился, тот запас, пришли за новым на базы, а им отказались продавать. То есть они вынуждены были скопом все пойти, начать регистрироваться. Потому что даже, то есть к системе подключены все, кто осуществляет питание, допустим, своих коллективов в столовых, там рабочих, в каких-то передвижных столовых, детские сады, школы, интернаты. То есть вся социальная сеть, вся бюджетная сеть, все подключены к этой системе. А что нового в списке поднадзорной продукции? С 2015 года приказами 648 закреплен перечень Минсельхоза России, закреплен перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации. Вот с 2018 года были внесены изменения некоторые, то есть послабление на определенную категорию товаров. То есть это готовая мясная и рыбная продукция, это рыбные консервы и мясные консервы, там тушенки, загущенки и так далее. Это вся готовая молочная продукция, то есть она была как бы исключена из этого перечня. То есть ветдокументами сопровождалось в основном сырье, и если из молока, это сырое молоко. То есть этими с апреля 2019 года приказом 193 внесены изменения в этот перечень. То есть с 1 июля сюда будет включен некоторая молочная продукция, то есть это масло сливочное, это какие-то жиры животные, это сыры. И консервная продукция, то есть это консервы мясные и рыбные и готовая мясная продукция. А с 1 ноября будет включена вся молочная готовая продукция, то есть которая выпущена промышленным способом, расфасованная в потребительскую упаковку, то есть это и тетрапяки, это и кефиры какие-то, это йогурты, ну и так далее. То есть вся готовая продукция будет включена в этот перечень. Поэтому предприятия, которые занимались чисто консервантами возили, то есть не возили сырье, там животную продукцию, птицу, рыбу, там мясо, а занимались консервантами, занимались какими-то вот это там завтраки туристов, там и так далее, сгущенное молоко, там. То есть все должны быть тоже зарегистрированы в нашей системе, иначе просто в их сторону не поедет, и они так же не смогут опускать. При этом предприятия, которые завезли до вступления в силу вот этого указа, то есть которые привозили без сопровождения вид документов, и у них на складах сохранилась такая продукция, на хранении лежит, они должны будут, зарегистрировавшись в нашей системе, в принудительном порядке внести в свои системы, именно на своих площадках, эту продукцию, занести в эти системы, чтобы иметь возможность дальнейшего перемещения ее потребителям. И уточните еще раз, по правилам зарегистрироваться должны не только производители сельхозпродукции, кого еще ждут изменения? Ну, я говорил, все, кто участвует в обороте животноводческой продукции, это и оптовики, допустим, которые занимаются, да, там, продовольственной безопасностью нашего региона, возят там оптом, контейнерами, это и розничная сеть, которая торгует этими товарами, это потребители детские сады, школы, интернаты, дома инвалидов, то есть вся социальная сеть, даже предприятия, которые осуществляют, допустим, выдачу, ну, например, больницы, да, своим сотрудникам, которые там в каких-то, участвуют в каких-то мероприятиях, связанных там, ну, для здоровья, там, рентгенаппарат и так далее, которые получают за вредность молоко. То есть они также должны быть зарегистрированы, чтобы иметь возможность наделять этим молоком, распределять это молоко для своих, потому что к ним просто оно не приедет. Какие штрафы грозят предпринимателям, не зарегистрировавшимся в этой системе? Если мы выявили у вас продукцию, находящуюся в обороте, без ветеринарных сопроводительных документов, то это статьи, которые закреплены за нашей службой, то есть это часть 1.10.6, часть 1.10.8, часть 2.10.8, в зависимости от того, за каким оборотом вас застали. То есть перевозка продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, достаточно ощутимые штрафы, то есть это физлица, например, водитель, который не отказался перевозить такую продукцию и был пойман на посту, например. Да, это физлицо 3000 рублей от 3 до 5, то есть индивидуальные предприниматели уже от 20 до 40, точнее. Юридические лица от 300 до 500 тысяч, то есть это достаточно ощутимые штрафы. В первый раз это будет предупреждение, если вы субъект малого-среднего предпринимательства, если пойманы уже повторно, то вступает в силу штрафы от минимальных до максимальных. Ну и другие статьи, они более такие, допустим, часть 1.10.6, физлица от 500 до 1000 рублей, индивидуальные предприниматели от 3 до 5000 рублей и юридические лица от 20 до 50. А скажите, чем поможет сопровождение в электронном виде молочной продукции для социальной сферы? Ну, не секрет, что все бюджетники, да, все свои закупы осуществляют через электронные торги. И, как правило, побеждает именно тот, то есть свои предложения все оформляют примерно одинаково, но побеждает, как правило, тот, и рекламирует свой товар все одинаково, но побеждает тот, кто предложил меньшую цену. Вот. И тогда получается, что все детские сады, школы и так далее зачастую обеспечиваются именно готовой молочной продукцией далеко не высшего качества. То есть, Росельхоснадзором был проведен мониторинг в 2018 году, и выяснилась такая картина, что из всех отобранных проб молочной продукции готовой порядка 21,6% — это фальсификаты. То есть, это и масло, и молочная продукция. Ну, то есть, вам под видом хорошего масла или хорошего молока, или каких-то творогов и прочего-прочего предлагают некачественную продукцию, которая сделана там на каких-то, на пальмовом масле, на каких-то порошках, на каких-то вышинках и так далее. То есть, это не только, как бы, вы получаете подделку, но это зачастую еще может быть связано и с нанесением вреда здоровью. То есть, они проходят не только по своему составу, но и по качеству безопасности. То есть, теперь сопровождение электронное, так как мы говорили, что проявляется прослеживаемость этого товара, то есть, можно установить, кем он выработан, из какого сырья он выработан. То есть, не может из тонны молока получиться 3 тонны масла. Правильно? Поэтому, то есть, такая прослеживаемость позволяет, во-первых, поставщикам более ответственно относиться, именно тем, кто занимается закупками для социальной сети, во-первых, и выходить именно на производителей, которые являются определенными гарантами качества на рынке, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Павел Борисович, благодарю вас за беседу. А я напоминаю, что мы общались с начальником отдела ветеринарного надзора на государственной границе России и транспорте управления Росельхознадзора по Магаданской области Павлом Шапиром. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова